Итак, дорогие друзья, вечер доты продолжается Курс Inventational Mouth Sports против Rockskiss Третья решающая карта Первый гейм Mouth Sports выиграли довольно уверенно Но вот во второй карте их антимаг оплошал Все-таки они решили пойти через терпильного керри героя И их страта провалилась Ну, тут на самом деле отчасти, конечно, еще можно добавить лаги Синдерена То, что он там толком играть не мог Но все-таки Rockskiss на самом деле делали все четко Я думаю, даже если бы Синдерен и не лагал, разницы бы особой не было Long Druid Tinker и Trend Protector Это какая-то хитрая подлая задумка от Rockskiss Посмотрим, прокатит или нет И вообще, что именно до конца они задумали, тоже на самом деле пока непонятно Увидим на второй стадии Nikes, Bane и Nix по стандарту берут Моуза В бане получается Висп плюс Бэтрайдер На второй котла вычеркивают фуру Магнуса на первой бане Троксы Ну, а на второй Дарксира Гирокоптера Шадоу Демон отъехал в бан Ну и буквально по одному герою нужно вычеркнуть Посмотрим Кто же в третьей решающей карте затащит Я, кстати, сетку, по-моему Ну-ка, сейчас посмотрим на Гусу Геймерс Там, по-моему, была инфа Сейчас гляну, есть ли там сеточка Сеточка Есть ли там сеточка Так, 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 так А, во, да, сеточка есть Я вам ее сейчас покажу О, покажу, так покажу Во В общем, сетка Сегодня играли Нави против Купандос Выиграли у них 2-0 Вообще, просто проще парень и репы Выиграли на данный момент 1-1 Между Роксами и Маус Ну и третья решающая карта Получается, кто побеждает, тот проходит сюда Завтра Эмпайр Ликвид будут играть Сегодня еще Дигнитос ЕГЭ Должны доиграть И победитель этой пары пройдет И будет драться против Нави Так, ну а проигравшие Купандосы Отправляются в нижнюю сетку Где тоже не теряют надежду На победу У них тут даже Бо-3 В нижней сетке Бо-3 Просто матчей больше Для того, чтобы по верхней сетке Нужно раз, два, три матча выиграть И ты уже в гранд-финале Здесь же получается Раз, два, три, четыре Четыре матча нужно выиграть Но зато Ну в общем Если честно Как по мне Так в нижней сетке Не должно быть Бо-3 Должно быть Бо-1 Ну а это уже на усмотрение организаторов Просто как-то нечестно что ли получается Но в гранд-финале А гранд-финал тоже Бо-3 Лол Ладно Гранд-финал Бо-3 Не Бо-5 Что-то странно Что-то странно Ну в общем это дело Организаторов Завтра будет получается В рамках этого курса Инвентейшнл Что всего лишь один матч Что-то мало Может у них там Расписание поменяется Немного Пока просто не до конца Видать Впилили Ну не важно Ладно Посмотрим Что там добрали Что там добанили Что там допикали Добанили значит Рубика И Шторм Спирита Пикают Клокверка В ответ берется Пак Ну и по одному герою Буквально нужно забрать Урокский спик Мягко говоря Непонятный Какой-то Какой-то вообще Непонятный Тренд Клокверк Что они там задумали И самое интересное Что над ласт пиком Они тоже думают То есть Это не какая-то там Заранее продуманная Заранее продуманная Стратегия Ну либо У них уже все пикнуто Что нужно для этой страты Ласт Персонаж Либо он в бане Либо Просто пока Конкретного героя нет Кстати У Маус Вылетел пикер Вот это печаль И что делать Походу Если он не успеет вернуться Будет какой-то Рандомный герой И потом сделают РМК И Синдерен Скажет просто Какой будет герой Блин Ой Так Ну Роксы может быть Кстати специально И тянут время Чтобы подольше Подольше Чтобы типа Синдерен Успел вернуться А может и Реально просто Думают Так Джакира Угу Получается Тренд плюс Джакира Два саппорта Клокверк Хардлайнер Вон Друид Будет фармить И Тинкера на миде Или что Вообще Что Творят Рокскиз Что это за Страта такая Какие то просто Жесткие Ребята Тренд Тренд Протектор Прент Тротектор Прент Тротектор Новый герой Блин Синдерен Опять вылетел Да что такое Продолжение следует Продолжение следует Лол Ремейк Да походу Ремейк будет Нет Синдерен Реконектнулся Дисраптор Дисраптор Конечно печально Я бы сказал Это очень печально Если он в игре Вот так вот Будет Вылетать По КД Ремейк Какая Ремейк 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 Продолжение следует... Сори, ребят. Что там в чате пишут? Вуден ПК. Ну вообще, сейчас все будет. Сейчас ребята загрузятся. Да там просто у Синдерена... Синдерен, я думаю, у него нормальный компьютер. Просто что-то... Что-то просто либо греется, либо сломалось. Либо драйвера какие-то там глючат. Так, все, разобрали героев. Окей. Так, 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 так. Так... 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 Так, ну что, разобрали Ребята героев, кстати, кого они там пикнули Алхимика, значит Блэк будет на Алхимике В исполнении Пасса будет Бэйн Фата Пак Кошка Найкс И Синдерен на Никсе Вот на Никсе, конечно, да вообще на самом деле Лагать на любом герое не круто Но на Никсе, по-моему Вообще очень печально Соло Клокверк Тинкер в исполнении Перфекта Дредд Лондруид Ван Скорнаджа Киро И кто там остался Йол Тренд Протектор В общем, пик команды Рокскиз мне не нравится Просто какой-то набор Жирных героев Плюс Тинкер Если их страта прокнет То круто Если не прокнет Алхимик всех там сожрет с говнецом Плюс у них еще есть Наикс Дреддич Я не знаю, на харде дадут ли ему нормально нафармить Что-то мне подсказывает, что Дредд на топе вообще ничего не нафармит Посмотрим Может быть А, Лол, он тут будет стоять один на один с Алхимиком, что ли? Не, Синдерен будет помогать Ну, а у товарища Фаты есть возможность оторваться на Клокверке Соло сегодня, будучи паком, унизил Бестмастера Ну, а Клокверк, в принципе, даже еще слабее Бестмастера Если так сравнивать там по армору, по ХП Бестмастер, по-моему, поплотнее будет Ну, в общем На изилайне Тинкер Хороший герой Если им играть грамотно Там просто нереально грамотно Но сегодня, опять же, против Na'Vi, например Такой весь грамотный Тинкер В исполнении Синг-Синга Что-то как-то не взлетел Не прокатило что-то Дредд пошел за крипами Спаун заблочен В принципе, крипов привести должен А, Найтмар Да Должен, но не обязан Одного крипа, нормально Ну, лучше, чем ничего Вот то, о чем я и говорил Дредд на харде, скорее всего, вообще крипов не притащит к себе И вот у него просто-напросто ничего не выйдет Наикс перетянулся в лес То есть, в отличие от Лондруида У Наикса будут айтемы Правда, вот он все не может найти Вард, где поставлен Чтоб сломать его Нейтралы так и не появились Опять Никс задисконнектился Черт, ну это провалище И опять вернулся Ну, перфекта 10 крипов Алхимик 12 крипов При всем том, что перфект стоит Тупо один на один с крипами Он еще где-то кого-то Одного пропустил И отпушивают линию Перфект За счет там своих мерчендайзеров С крипами быстренько разбирается И подгрызает Тауэр Ну, на самом деле, это как-то совсем Слабенько Ну, тут тренд вместе с Джакирой Когда выйдут Могут, в принципе Спушить линию быстро Наикс ничем там уже Сопротивляться не сможет Он так и не нашел этот вард Наконец-то Наконец-то не нашли его Так, с Найтмар Дреддич Сразу Найтмар Как по возможности Переетывает на своего Спиритбера Но все-таки Все-таки его это не спасает Ферстблад Синдерен получает ФБ Семь сотен золота Вылез И убили Но Тут я смотрю Кошка решил прийти Задефать свой Тауэр Ему тут, я думаю Тоже не особо рады Сразу прогнали Ёл Спрятался за Тауэр Крипы подошли Ну, в общем-то Найкс Явно не подойдет Рисковать там Денайт Тауэр Он не будет Ну и пока еще Конечно Тауэр Денайт Рановато Его еще нужно До этого довести Брезы Заморозка Не Не срабатывает Зайвейдил Так, ну и Тауэр Здесь спокойно забрали Найкс Непонятно вообще Зачем пришел По-моему там было видно Я еще Когда он там В лесу фармил Говорил, да Типа Найкс не придет Не будет дефать Пытаться Потому что не имеет смысла У него все равно Ничего не выйдет А он все равно пришел И попытался Соло Пятый левел Чего у него тут 20 на 5 Крипстат 21 на 5 Здесь 20 на 5 Ну в общем Ровненько идут По крипам Там совсем Небольшая разница Довольно Интересно Клокверк Не отстает От пака Молодец Соло конечно Но сможет ли Соло гангать Так же круто Как пак Это уже вопрос Или наоборот Сможет ли пак Гангать так круто Как соло На клокверке Может у него Даже лучше ганги будут В чем то же Задумка Присутствует Брать трента Просто так Я думаю Ни одна команда Не будет Никс Наглеет на харде Икспу ворует Ну тут Джакиро его сразу Прогнал Дреддич отправился В лес Ну тут делает он Пару спаунов Зафармить конечно Он их не сможет Но тиммейты Помогут Тинкер особенно Для тинкера в основном Ну вот и Какой смысл С этого лондруида Четвертый левел Айтемов нет Спиритбера нет Ничего нет Ну на экс На самом деле тоже Этот товарищ Недалеко ушел Но он хотя бы Что то имеет При всем том Что у него тоже левел Всего четвертый Мог бы быть кстати выше Если бы не гулял там Где попало Офармил Кошка дно Ну вот как можно быть Таким дном Ну вот скажите мне ребят Как можно быть Таким дном Элементарно Бьешь крипа Отступаешь сюда Таешь Опен ваунс Пока он бежит Обратно Ты его сгрызаешь И он тебя не бьет На хера Юзать замедление Для того чтобы Якобы 15 процентов Лайф лича получить Да у тебя 69 демеджа Ты там отхилишь Себе копейку А вот если он тебя Бить не будет И будет бежать Как черепаха Обратно Ты себе все ХП восстановишь Но на самом деле Особо париться не стоит На экс От четвертого Левела И он может в принципе Даже позволить себе Вот так вот Тупо тратить Опен ваунс В никуда И фармить Продолжить Продолжать Это просто Когда ты видишь Такое от профессионального Игрока Типа у него Не хватает фантазии Сделать такое Че-то как-то странно Немного странно Может он тоже Не особо парится Все равно Убьет Тогда нафиг Вообще было юзать Врубил бы рейдж Ты убил бы его Быстрее И дешевле И как бы Выгодней Так Соло подстрял Замедлили этого товарища Рейдж прожимает Под хили Девят его немного Этот щит Давай-давай-давай-давай Арба прокатывается Живи Соло Живи Нет Все-таки не засейвило Все-таки отъехал Щит там еще Лоу-левел Заморозка Не Брезы там Второго Ну даже были бы Промакшены Наверное Пака бы Не убила А какого левела щит? Второго Да еще слабенький Конечно Был бы макшены Но Был бы Был бы Тренды еще Левел надо взять Чтобы он был макшеный Ну пока вроде Рокскиз что-то делают Но Учитывая что их пик По-моему В начале игры Должен тащить А он что-то Как-то не тащит Ну или даже Наверное Все-таки Их строта Такова Что не в самом начале Ну то есть Прям Не с первых минут Они должны убивать А вот Купив какие-то там Айтемы Необходимые Вот Тревелас Улринг За 8 минут Тинкер считаю Уже купил То что ему надо И будет там Уже фармить Все остальное Тот самый минимум У него уже есть Алхимикс Мидаса ПТ 1300 золота Ой-ой-ой-ой-ой Вот что приходит В голову Глянем на экономику Но я смотрю Здесь лидировали В начале Роксы Потом потихонечку Начали Лидировать Маус Ну разница В общем Примерно в 1000 золота Очень маленькая Так Заморозка прошла Хукшот Заюзать не удалось И вроде как Пак уходит Живым Ёл Очень побитый Жесть Ой-ой-ой Что-то Перфект Подзагулял Жить будет Заморозка не попадает Клоквер Порвался Синдере Но тут рядом Крипы Батарей В итоге Кого попало Дамажат Далековато Картина Происходящего Не радует Но я еще Забыл Про Найкса Я думаю Этот товарищ Рано или поздно Сделает себе Какой-нибудь Армлет Барабаны И тоже Будет жарить Не слабо Ёл Вовремя Начал сваливать Благодаря Благодаря А то А то есть Тапок Шлемак Шлемак 800 Голды Ну вот Начинает Пушить Тауэр Конечно С такими Айтемами Медведь Хе-хе Хоть и Медведь Вроде Тавэра Ломает Не слабо Но во-первых У Дреда Даже Седьмого Нет Только Получил Ну вот Сейчас Хоть как-то Тавэр Будет Грызть У Никса Кстати Вендетта Есть Арканы Купил Стики Грейжные Ёл Без Ультимейта С хукшота Врывается В Бэйна Брейн Сап Так Должны Забрать Бэйна Ну-ну-ну Да ладно Найтмаром Себя Засейвился Слишком поздно Принимает На себя Ёл Найтмар Вышел Из действия Батареи В итоге Выживает А здесь Гоняет Дреда Ну там Висит щит Прилетает Пак Рифт У него Имеется Дредыч Проперся Хорошо Дредыч Убивает Под Тауером Синдрен Тоже Отправляется В таверну Ну вот Два Кила И никого Не потеряли Как ни странно Молодцы А у Блэка Ой блин Мне страшно На него смотреть Ох уж Этот алхимик С Медасом Я не знаю Вообще На самом деле Насколько Имеет Смысл Алхимику Покупать Этот Медас Потому что У него Вроде бы И так ГПМ За счет Пассивы Жесткий Но с другой Стороны Так не только ГПМ Так же еще И экспан Прибавляется В гораздо Большем Количестве Полторы Тысячи Соло Ну в общем У соло С айтемами Ничем Не хуже Чем у пака Ну разве что Самую малость Хотя нет У пака Денег Нема А здесь Еще деньги Есть То есть Он просто Недозакупил До конца Никс Вот вроде Вендетта Есть Вроде как бы Ходил там Всяких Не Ну он Друид успеет В true Форму Да Блин По сути Ты убивать Некого Кроме Тинкера А Тинкер Черт И где Бегает В общем Синдерену Надо как-то Гангать И он Это понимает Вот он Заюзал Вендетта Никого Не нашел Еще один Спаун Все для Тинкера У Тинкера У Тинкера Уже почти 2000 За 14 минут Конечно жесть Ну какой у него там Нетворс Ну при всем том Что у Тинкера Тревела Сулринг Там 2500 Алхимик Его перегоняет В салат Просто в салат У Алхимика Уже Shadow Blade Так Готовится На топе Драка Подрубает Химик Свой ультимейт Ну и вроде как RockSkiss Передумали По моему Пушить Или все же Пойдут Подождут Как минимум Пока Алхимика Ульта Закончится Дред Омлет Сделал Ну неплохо Уже Хоть что-то Так Ну здесь сейчас Очень и очень много Будет Машин Лол Не достало Да ладно А ну там же Поуменьшили немного Рейндж И вот видать Этого рейнджа Как раз и не хватило Соло Живет Здесь Пытаются Убить Пака Замедлили Все таки Клакверка Грызут Ну Дримкойл По троим Ванскор Очень побитый Начинает его фокусить Выживает Ванскор На пипетке Есть Айспэд Перед смертью Все таки Заюзал Но правда Никого не зацепил Соло тоже Отправляется в таверну И убили Еще и Трента Да Файт Полностью провалился Просто с треском Еще и Дреда зацепили Подрубает Варкрай Но это Вообще Никак его не спасает Перфект Лол Блин Ну да ладно Ну это просто печаль Ну просто в пятером Отдались 2-9 16 минут игры Просто в салат Убивают своих оппонентов Маус Как же так вышло Да Что за стратегия Такая непонятная Ну здесь вообще Shadow Blade есть Он не парится В любой момент Нажмет и Свалит В общем Ситуация печальная Блин Черт Как он задрал Так Прилетает Тинкер Обратно Ну в общем Короче Я так понимаю RocksKiss Вообще останавливаться Не собираются Они идут пушить И им чихать Все Если они Не спушат В принципе Им надеяться Наверное Не на что Их алхимик В лейте Там всех Перережет Лондруид Конечно Тоже сильный Керри Но тут еще И наэкс Есть Да и у алхимика Фарм Просто адский У лондруида С деньгами Как-то по-моему Все гораздо хуже Обстоит 4 тысячи Нетворса Против 9500 9600 Та же Но немного Подурезался Конечно ГПМ У алхимика Приходится С тиммейтами Драться Там что-то Дефать Все равно Бабло Зашибает Медаста У него есть Перфект Опять пришел Маны нет Лола Что он вообще Тут делает Его дает А что он на базу Не отправился А ор хотят В наглую забрать Под бафом Типа Трента Чтобы Спирит Бер Там был просто Железобетонный И его не пробили Так Ушел на базу Ой Тут неплохо Конечно Трент Заюзал ультимейт Заморозку сверху Брезы И надо отсюда Как-то уносить ноги Боже Какой же хороший Рассказ По сути Получился Но Он приводит Тупо к смерти Всей команды Рокскиз Одного за другим Отправляет в таверну Соло Еле живой В таверну Блэка Давай Хорош Собрали Блэка Ёл еще и выжил 2 в 1 Разменяли Считай Соло мидера Саппорта На керри А медведь Просто бежит В тупую на тавер Рейд клик на тавер Ага Найтмор Дрэда Так А дред Забирает тавер Хорош Ну Дэмэджа там Очень много С тавером справляется Пак Подшифт Но у него маны нет На даггер Отлично Своровал конечно Клакперк здесь фраг Мог бы оставить в принципе И спиритбэра Лондруиду точнее Спиритбэр бы добил Соло Сейндж Очень важный Тактический айтем Но вообще На алхимика Повесить Какую нибудь Алибарду Было бы неплохо 3 300 Скоро алхимик Начнет жарить Не по детски Все больше И больше У него голды Чего-то там Наикс купил Да Ну вот Я Я так думаю Скоро наикс Да ну Наикс Сейчас то делает Арблета Дальше Ну а дальше Уже как пойдет Дальше может быть Он больше В принципе Ничего и не купит А может быть А может быть Деньги будут На какую-нибудь Даже Тараску Если он сможет Тоже собрать Тарасян Роксам Я не завидую 5 тысяч Ну тут почти Десятка Около Девяти Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Ну в общем Ребята решили взять Небольшую паузу Мауза Просто фармят Им торопиться Некуда У них Два жестких Керри У ребят Из Рокскиз В принципе Лейд тоже Не слабый Но он фармит Гораздо меньше У Тинкера У Тинкера У Тинкера 2 400 Ну такими Темпами Он довольно быстро Сделает Хекс Соло Пришел вниз Без арканбудс Играет Как ни странно Вообще Свои тапки Ни во что Не апгрейдит Дреды Че то Айтемами Пока тоже Не особо Блещет 80 с лихом Крипов Майлстром Уже по моему Должен был Доделать Да Рецепт есть Микказм Тут летит Тоже неплохо Ну вот Надо идти дальше Пушить Надо идти Нагнетать Для суппорта На 23 минуте Мекку купить Очень даже Неплохо Роксы В принципе Делают Я так понимаю Все по плану Только конечно Вот этот Фит Он был явно Внеплановый Слишком много Но отдавались Ой-ой-ой-ой-ой Алхимик С Радиансом Вот это Уже интересно Давно я не видел Алхимиков С Радиками И вот он Именно через этот Шмот Решил пойти Очень неприятная Штука Подрубает Ульту И пошел Просто месить Сейчас Надо ему Сбить Линку Нечем Оп И сразу Опен ваунс Так Клокверк Ракетами Спалил Контору Сразу же Убегают Там еще Руна Инвиза Никто не Фармит Эншентов Никто не Забрал Руну Все боятся У Алхимика Ко всему прочему Еще почти 2000 Жесть Конечно Химик Это просто Адская Машина Для фарма И вот Если ему Дают Фармить На 25 Минуте Shadow Blade Radiance ПТ Медас Стики На каком Герое Можно столько На этого Нафармить Да ни на каком Ну это Пошла Позиционка Вроде как Рокскиз Должны По идее Давить Иначе Химик Ему Тут Еще Минут 10 И он Шестислотовый Ну 15 Окей Он уже И так Скоро Продаст Митас Или стики Купит себе Что то другое Более Так сказать Важное Платмейл Скролл Продал Скролл Нафиг Не нужен Взял Арморчика Ну вот Уже Довольно Плотный Если До этого Ему Армора Не хватало Толком То теперь Армор Есть И ХП Под ультой У него Солидно Просто Плюс 900 ХП Так Раз Фейзер Армлет Барабаны Но тот самый Минимум Который Требуется На Иксу Для того Чтобы Там Сандаливать Довольно Солидный Дэмэдж А у него Скоро Ещё Что-то Появится Башар Не знаю Там Тараско Башар Что он Решит Покупать Скорее Всего Наверное Что-то Типа Башара Возьмёт Так Решили Они Вместе С Алхимиком Пойти На Рошана Центричники Всякие Стоят То есть Они Видят Что Здесь Никого Нет Ну и Рошана Сейчас Сдует Тут Появилась Алебарда Ракету Закидывает На Рошана Так Ну Не Не стал Я уж Было Думал Сейчас Всё-таки На Рандоме Соло Но Не стал Он Этого Делать Ну На Кирасу Уже Почти Хватает Считает Гипер Плюс Там Ну Короче Рецепт Осталось Примерно На Фарме Чуть Больше Точнее Чуть Меньше Даже Вот Только Посмотрим На Мишку 2000 Золота Так Ну Дред Тоже На Месте Не Стоит Здесь Уже Почти Хекс Клокверк Клокверка Ничего Нового Там Кроме Алибарды Никс Всё Бедный Под Инвизом Там Пытается Кого-то Найти Но Некого Некого Цеплять У пака Ультимейтор Полторы Тыщи Сверху На Экс Купил Себе Метрил Хаммер А Здесь Виталити Бустер Баркан Стики Живёт Живёт В общем Для Суппорта Вполне Неплохо Две С Половиной Тыщи Рецепт Уже Купил Купил Ещё Этот Чейн Мэйл Ну всё Осталось На Гипер Пару Крипов Вот Кираса Готова Щит Валяется Ну и Как они Будут С таким Алхимиком Справляться Мне Вот Интересно Гипер Купил Дреддич Ну Спирит Бэр Уже Более Менее Что То Из Себе Представляет Под Рэббитом А так Спит Солидный Так Хекс Опа Вот это Соло Встрял Рэс Сразу Езает Коги Хукшот У него Имеется А теперь Уже Нет Стики Надо Прожать Мана Будет ТП Аут Хукшот Хорошо Наэксу Сбили ТП Синдерена Добивают Наэкса Снова Хекс Давай Давай Медведь Не отпускать Его Мана Кончилась Но здесь Уже Добьют Так Отлично Неплохо Получилось Кстати На другой Части Карты Убивают Трента 15 Левел У Дреда Скоро Тру форму Апгрейдит И Может Купить Мажорик Рецепт Ну может Может Он Будет Делать Кирасу Было Бо Я Считаю Лучше Сделать Кирасу Мюль Мир Этот Нафиг Не Нужен Так Химик Только Что Доделал Кирасу На 28 Минуте У него Была Кираса На 30 Минуте У него Еще 3000 Сверху Да Неплохо 20 2000 Нет Варс Трент Вроде Мека Но Она Вообще Не будет Спасать Уже На Такой Минуте Игра Затягивается Обе Команды Тупо Фармят С С Редкими Какими-то Стычками Тут 13 Тысяч Примерно Здесь Около 15 П Экспе Трент Вообще На 31 Минуте Даже Про Иншентов Не забывают Тинкера Пропулили Вообще Нереально Жестко Изи Лайн И Куча Вот Был бы Вместо Тинкера Какой-нибудь Керри Столько Денег Бо В него Вбухали Столько Внимания Бо Ему Уделили Он Он бы Уже В соло Затащил Но Вот Этот Тинкер Ну Не знаю Один Раз Подставится И Все ГГ ВП Пока Линкен Не стал Хекс Делать Ну Ты Какой Крутой На Экс Штука 800 Здесь Уже Тараско Черт Его Подерья Просто Тараско Этот Аегис Уже Скоро Выпадет Сейчас Дождется Пока Он Упадет Выложил Мидас Мидас В принципе Тоже Уже Не Нужен Его Нужно Продавать Покупать Что Другое Вот Что Он Интересно Возьмет Абисол Блейд Ну По идее Да По идее Надо Абисол Блейд Брать Сейчас Башар Купит Не знаю Как по мне Вот от Радика Толку Я Сейчас Особого Не вижу То есть Ну С ним Он Фармит Быстрей Но Он И так Фармит Очень Быстро То есть Куда Ему Ускоряться Ему Торопиться Особо И некуда Он И так Очень Быстро Фармит А Вот Мидас Вернулся Кстати В общем С этим Радиансом 60 Дамага Всего Навсего Дает Жет Там По 45 Дамага В секунду Ну В общем Не очень Как то Смотрится Этот Как то Не очень Если Они бы пошли Там как то Пушили То может быть Имел бы он Смысл Но Им торопиться Некуда Нафиг Этот Радианс Нужен Так Дред Ага Даже Как то Странно Ни разу Не вылетел Синдерен За последние Там Сколько то Минут Идут Что то Раксы Решили Паузу Поставить Куда уж Без пауз Тинкер 2900 Пока Пока Вот Непонятно Что он Там Будет Дальше Покупать Будет Ли делать Какой Этернал Тут По сути Нет БКБ Если Сделает Этернал То Можно Нон Стоп Держать Его Под Астралом Алхимик Особо Дамажить Не Будет Тинк 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Опа Так Сейчас его батареями Должно подтолкнуть Хорошо Хукшот отлично Должен справиться Догернется? Да, поразит Все таки догернулся АТБ Машины Кстати лол перфект Он посмотрите какой побитый был Охренеть Если бы Раскастовался сейчас Он не видел просто Какой побитый перфект Там у него под носом стоял Опять Эншенты Они не задолбались Этих Эншентов стакать? Кирасу себе доделал Ну там дреды Сейчас уже Нашпиговывает Не слабо Изолятор себе доделал Наикс Фармим Фармим Все фармят Ну типа С одной стороны Больше шести слотов Алхимик не оденет Если такой логикой рассуждать Он сейчас нафармит себе Шесть слотов А дальше уже А БКБ сделал Все таки он не стал Делать этот Абисл Блэйд Как ни странно БКБ Ну С БКБ С БКБ Будет конечно проще Там всякие Перфекты По КД Хекс Не будут вешать И он решил Шиву купить еще Капец Уперфекта Мне интересно Мозг сейчас Там вообще Не расплавился Вот уже 36 минут Нон стоп Прыгать по карте Там Юзать там Что то постоянно С даггером Там что то Ой капец Просто Мне вообще Его жаль Просто тупо Реально Если еще и Проиграют Как обидно будет Столько сил Было потрачено Рошан Кстати появился По алхимику Чихать Или нет Баш ему А у алхимика Нет башера Ну Ему просто Капец Как он его Быстро разносит Просто жесть Теперь еще И с Найксом Разорвали У Найкса Егис У алхимика Миллиард Айтемов Шадоу Блейд Так сказать Самый говеный Из присутствующих Ну нельзя Назвать Такого алхимика Конечно Шестислоповым Лол 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 Тычка Курьер Вместо Вместо Шадоу Блейда Нужно еще что-то Купить И вместо ПТ Тревела Взять Так Дредич Ой Дредич Пытается здесь Отмансовываться Но Пак его с руки Долго конечно Будет убивать Здесь нужна Более серьезная Артиллерия Чтобы забрать Лондруида Полт БКБ Просто подрубив Ультимейт Разрывает Ван скоро Синдерен Должен отъехать Хорошо Ой-ой-ой Перфект подставился Убивает Перфекта Найкс Просто-напросто Делает Даблкил С ультимейта Убили Соло Тпшится сюда Тинкер Хекс Даггераут Мерчандайзеры Ну туда идти Пока рано Надо сломать Хотя бы Т2 Лондруид Байбэкнулся Мишка у него Есть Опа Вот это прикол Вот это Перфект подставился Ну это Минус 2 Ну в смысле Минус 2 раз После байбэка Да еще и Спирит Б разобрали Это минус Сразу 2 То есть Нееет Лол ГГБП пишут Не стали доигрывать А ведь еще Второй лайн цел И третий лайн Ну то есть Как бы Трон бы они не успели Сломать На Пошел Спасибо за манеры И вот сейчас бы Рокскиз Должны были тоже написать Спасибо за манеры Пришли под фонтаном Убили Что за люди Так Ну что Сейчас будет у нас Получается игра ЕГЭ Между ЕГЭ И Дигнитос Посмотрим Американское Противостояние Двух Довольно Серьезных Американских Коллективов Так 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 Да Дигнитос ЕГЭ Игра уже По идее Должна была Стартануть Но так как Эта игра Затянулась Нереально Жестко Собственно И предыдущая Игра Тоже Следующая Игра Из-за этого Тоже Чуть позже Начнется